МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Этой ночью около двух часов на станции Аколя железнодорожного участка Нур-Султан-Кукшутау сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. Пять из них перевернуло на бок, в результате чего произошел разлив дизельного топлива. На месте ЧП создана специальная комиссия по расследованию данного инцидента. Причиной случившегося явился излом боковой рамы вагона. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба КТЖ. Движение пассажирских составов на данном участке проходит в штатном режиме. К другим темам. Аграрии Мактаральского района Туркестанской области собрали первый урожай капусты, несколько партий которой уже экспортированы в Россию. Как проходит пассивная кампания на юге страны? В репортаже Рауля Кабитова. Туркестанская область – самый аграрный регион страны. Пассивная кампания здесь стартовала еще в начале марта и уже близится к завершению. На 250 тысячах гектарах аграрии высадили овощи и бахчевые, на 175 тысячах – пшеницу, еще на 300 тысячах гектарах – кормовые и масленичные культуры. Всего объем пассивных площадей в Туркестанской области составляет 823 тысячи гектаров. В прошлом году в Туркестанской области собрали почти 3 миллиона тонн овощей, картофеля и бахчевых культур. Это рекордный показатель. В прошлом году в нашей области собрали почти 3 миллиона тонн овощей и бахчевых культур. В этом году мы планируем увеличить объем урожая до 3,5 миллионов тонн. Нынешняя весна оказалась благоприятной. Регулярные дожди полезны для пассивных полей. В этом году земледельцы отдают предпочтение более востребованным сельхозкультурам. К примеру, увеличились площади посева ячменя, кукурузы, сахарной свеклы и кормовых культур. В приоритете и хлопок. Например, предприниматель из села Карашик Хабибулла Азимов вывел новый сорт хлопчатника и назвал его Туркестан. Растение рано поспевает и устойчиво к вредителям. Сорт Туркестан дает около 40 центнеров с каждого гектара. Этот вид хлопчатника мы высадили на 413 гектарах. Уборку урожая мы проводим не вручную, а с помощью современных комбайнов. Благодаря этому выросла производительность предприятия. Фермерам региона выделили 38 тысяч тонн горючего топлива. В среднем литр дизеля им обходится в 176 тенге. Это на 10% дешевле рыночной цены. Рауль Габитов, Ермулат Абишев, Самат Нагашпекуло, Хабар, 24, Туркестанская область. Рабочие поездки депутатов Мажулиса по регионам страны продолжаются. Группа парламентария встретилась с жителями Восточного Казахстана. Обсуждены проблемные вопросы на местах. В частности, народные избранники побывали в центрах занятости области, где сейчас принимают документы от населения на назначение адресной социальной помощи. В регионе уже одобрено больше 6,5 тысяч заявлений. После оформления необходимых документов на каждого ребенка многодетные матери смогут получать свыше 20 тысяч тенге. Помимо этого для них предусмотрены бесплатные детские сады, обучение в колледжах и приобретение школьной формы за счет государства. Да, действительно, в связи с принятием нового законопроекта по улучшению качества жизни малообеспеченных семей, работа в центрах занятости увеличилась. Если, например, раньше обращалось в месяц где-то 200 человек, то сейчас до полутора тысяч человек обращаются. Конечно, это благодаря тому, что идет большая информационная работа. В течение трех лет вопрос нехватки мест в студенческих общежитиях Шимкента будет снят. Об этом заявили местные власти на заседании, где чиновники обсудили исполнение пяти социальных инициатив первого президента. По их словам, утверждена дорожная карта, разработан конкретный план действий, проводятся встречи с представителями банков и строительных организаций для более эффективной реализации программы 7-20-25. Студентов в Шимкенте немало – 107 тысяч. Большинство из них вынуждены снимать квартиры или жить у родственников. Для строительства общежития на 5 тысяч мест уже выделен земельный участок. А в октябре началось строительство подземного перехода стоимостью 60 миллионов тенге. Такой своеобразный подарок местным жителям решил сделать предприниматель в канун юбилея города. Завершить работы планируется в течение двух недель. По словам Тулигена Танатарова, идея родилась после нескольких случаев ДТП в одном из самых оживленных районов. Движение на участке сейчас временно ограничено. Подземный пешеходный переход необходим в этом месте, потому что здесь рядом находится школа, большой поток детей и большой поток мам с колясками. Также у нас предусмотрены спуски для инвалидов как по зрению, так и по другим проблемам. И мамы с колясками тоже будет удобно передвигаться и выходить на ровную поверхность. К новостям в мире. На юге Израиля вновь слышны звуки сирены воздушной тревоги. Палестинские боевики обстреливают приграничную зону ракетами. И все это происходит в преддверии Евровидения, проведение которого оказалось под угрозой срыва. Подробности у Сергея Ослендера. 50 раз над израильским югом звучала сирена воздушной тревоги. В течение нескольких часов террористы выпустили более сотни ракет по огромной территории. От Бершевы до Ашкелона. Это больше двух миллионов человек. Под огнем и крупные города, и приграничные кибуцы. На юге срочно открыли бомбоубежище. Отменили массовые мероприятия. Жителям рекомендовано не покидать свои дома без особой необходимости. Пострадавших почти нет. Только пережившие нервный шок во время обстрелов до нескольких человек получили травмы, пока бежали к убежищам. Большинство ракет перехватила система «Железный купол». Это подвал, я думаю, очень надежный, первый этаж. Я закрываю окно, как бывает, азака, сирена. Закрываю сразу. И был сильный бомб, чуть не оглушило уши. Когда был второй раз «Цева» дом, все соседи даже забежали сюда, с улицы. Армия немедленно ответила сильными ударами с воздуха. Боевые самолеты и вертолеты приступили к уничтожению ракетных установок. Танки вышли на прямую наводку и бьют по позициям боевиков. Работает артиллерия. Флот стягивает к побережью Анклава свои корабли. В Южном военном округе объявлено состояние повышенной боеготовности. В правительстве идет срочное завещание. Обсуждают, как реагировать. Ответственность за обострение взяли на себя террористы из ранее малоизвестной группировки бригады «Аль-Макам». Впрочем, эксперты полагают, что к обстрелам причастен и Хамас. Настолько мощными они были. Накануне группу израильских военных, в которой находился высокопоставленный офицер, обстреляли снайперы. Двое солдат получили ранения. Конфликт начался после ответного удара. Ничего особенного в этом обострении бы не было. Такие теперь происходят каждые 2-3 месяца. Но через несколько дней в Израиле должен начаться конкурс Евровидения. И Хамас обещает его сорвать. Для этого, как утверждают боевики, у них есть ракеты, способные достичь Тель-Авива. Сергей Услендер, Хабар-24. Вашингтон пригрозил санкциями тем, кто поможет Ирану в расширении атомной электростанции в Бошире. На сегодняшний день там действует один реактор, возведенный российскими специалистами в 2011 году. Позже Тегеран и Москва подписали соглашение о строительстве еще 8 реакторов. Как следует из заявления американского Госдепа, США продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим и перекроют Исламской Республике любые пути, ведущие к получению ядерного оружия. В мае прошлого года штаты решили выйти из совместного всеобъемлющего плана действий, отменяющего санкции против этой страны, в обмен на их отказ от разработок боеголовок массового поражения. Тогда же Вашингтон намерен свести до нуля экспорт иранской нефти и грозится внести в черный список тех, кто ее покупает. В Таиланде началась церемония коронации нового монарха Рамы X. Она продлится три дня. Накануне 66-летний Махавач Раун Корн торжественно надел на голову большую 7-килограммовую коронной победы. Он унаследовал трон в 2016 году после кончины отца короля Абхумепона. Адвлиадета за несколько дней до начала обряда было объявлено, что Рама X сочетался браком с заместительницей начальника своей личной службы безопасности Судхиды Тиджай. После коронации она получит имя королевы Судхиды. К слову, в стране уже много лет назад установилась конституционная монархия, но граждане Таиланда по-прежнему чтят королевскую семью, члены которой обладают значительной властью и влиянием. Геннадий Головкин официально объявил имя нового тренера. Им стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс. Комментируя это назначение, казахстанец сказал, что хочет продолжить совершенствоваться, и Джонатан в этом плане, цитата, «научит меня новым навыкам, которые помогут мне достичь моих целей». Возвращение Triple G на ринг состоится 8 июня. На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Геннадию будет противостоять непобежденный канадец Стива Роуз. Этот поединок для казахстанца – первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом «Дазен» на 100 миллионов долларов. Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года. Казалардинские полицейские отметили День защитника Отечества. Были приглашены ветераны и действующие сотрудники Министерства внутренних дел. Около 10 представителей местного департамента полиции поощрили грамотами Курмед. Еще свыше 120 страж порядка наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей. И по традиции молодые полицейские приняли присягу на верность Отечеству. Хочу пожелать начинающим сотрудникам хорошей службы, чтобы они достойно выполняли свой долг. Граждане должны доверять полицейским, а мы обязаны оправдать это доверие. Около тысячи западно-казахстанцев приняли участие в весеннем беговом полумарафоне. Испытать себя уральцы смогли на дистанциях в 5, 10 и 21 километра. Большинство участников – бегуны-любители. Этот забег они посвятили предстоящим праздникам, Дню защитника Отечества и Дню Победы. Желающих принять участие в беговых кроссах в городе с каждым годом становится больше. Причем присоединяется к спортивной акции не только молодежь, но и дети. Не боятся выходить на старты и пожилые люди. На финише каждому вручили памятные медали и подарки. Участвовать в марафоне я хотела давно. Каждый год следила за этим мероприятием, но как-то не решалась. Вот в этом году у меня по приглашению сестры мы решили принять участие в честь Дня Победы, в честь Дня защитника Отечества, чтобы поддержать праздник, поднять дух перед наступающими праздниками и просто присоединиться к движению в нашем спортивном городе. Онлайн для регистрации, где зарегистрировалось свыше 800 человек. Кроме этого, хотелось бы отметить большой интерес со стороны районов. Приехали для участия представители Акжаисского, Теректинского, Сырымского и Чингерловского районов. Это еще раз подчеркивает возрастающий интерес к культуре бега в нашей области. Десятки дедушек и бабушек Туркестана приняли участие в спортакеаде пенсионеров. Они выявляли лучших в нескольких видах спорта – настольном теннисе, шахматах и бильярде. Необычные старты приручили ко Дню Победы. Подобные соревнования, они редкость и проводятся ежегодно. Каждый раз число участников увеличивается, говорят организаторы. Я много лет играю в бильярд. Являюсь шестикратным чемпионом республики среди тех, кому за 70 лет. В сегодняшнем турнире по бильярду участвуют 14 человек. Все игроки сильные. Соревнования обещают быть интересными. Тем временем около 200 школьников Североказахстанской области приняли участие в фестивале национальных видов спорта. Дети соревновались в Тохос-Кумалак – логической игре. Асахату – здесь нужна меткость для того, чтобы выбить асыки соперников. И без асах, где побеждает самый ловкий, уместивший в ладони все игральные кости. По словам судей, у победителей появится шанс попасть в сборную региона. Организаторы отмечают, у молодежи заметно вырос интерес к подобным состязаниям. Приехали со многих школ, это национальная игра, возрождается. Малыши у нас, малыши, даже которые нулевой класс ходят, первый класс. И то они играют, стараются, у них более быстрое мышление. И быстрая реакция вот это все радует. Большой сценической площадкой на время стала воинская часть 66-97, которая базируется в Кустанайе. Там прошел конкурс песни «Мы – наследники победы». Участие в нем приняли сами солдаты, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов. В жюри те, кто знает цены фронтовой музыки. Жены ветеранов Великой Отечественной войны и труженицы тыла. В общей сложности выступление 13 команд заняло более двух часов. Молодежь исполнила известные военные хиты и авторские песни. Больше информации на нашем сайте 24.kz. До ночи. А у меня пока все. Я желаю вам хорошего выходного дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok